Ты что, не прочитал? Да когда мне? Иди в домик, Синя, и читай быстрее! Здарова, братаны, вы на канале Дювплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы продолжаем проходить ретроспективу подающего Савёнка, погнали! У меня тоже история короткая... В принципе, как-то сама. Кхе-хе-хе-хе! Подстать тебя! Кхе-хе-хе-хе! Мне можно будет скоро предугадывать реплики. Эй, так уже шучу, как надо, как автор решил пошутить. Ульяна показала ему язык. Я была лучшая в городе в футболе, поэтому меня взяли в сборную города, чтобы ехать выступать против Москвы. Мы поехали с мамой и папой на машине в Москву. Тренер сказал, что все встретимся там. Ну вот, не доехали. Не плачь. Не плачь. И не буду! Разбились мы. Врезались в огромный грузовик. Так кишки чваркнула. Маму с папой я не встретила. Встретила только лагеря, где встретила всех, кроме Мику, Юры и Юли. Я даже не знаю, грустить на этих посиделках или... Или да. Значит... Ну вот так... Вот как мы встретились... И встретились все. Так, может, расскажете его? А может, давай ты? А почему я? Ну ты же единственный тут живой. От этого слова у меня мурашки по коже. Блять, собрался Алиса вытаскивать. Она дохлятина! И что? Мне что, умереть, чтобы не рассказывать? Да просто расскажи, как ты жил Они-то все... Все... Они-то все этого в твоих витках не помнят То все фальшивые реальности То сны А это жизнь Ты просто внезапно исчез тогда из автобуса А в тех снах ты даже из дома не выходил Тебе просто снилось Что тебе написал одногруппник Откуда ты все это знаешь? Ой, дурак ты, Семен Эти сны я посылал тебе Подготавливал К чему? К сегодняшнему дню Блять, этот долбоеб как... Хотя бы когда-нибудь прочитает ту ебаную записку Блять, мне уже интересно, че там Не хотел, чтобы ты так и загнивал в своей квартире один до конца дней своих Бетардовских То есть ты еще и знаешь, как я жил? Ты сам об этом рассуждал во время витков Я лишь слушал твои мысли и смог сложить цельную картину И знаешь, довольно скудноватая картина вышла Никаких красок Будто просто кто-то блеванул на холст Ну извините, не всем же жить как вам тут Да не парься ты В общем, да Я посылал тебе все эти сны и знаки Помнишь, с какой целью ты сюда пришел? О чем он? Помню Так, не пора бы озвучить Все внимательно уставились на меня Но... Меня не отпускала идея о том, чтобы вытащить совенок Или по крайней мере вас в реальный мир И как и в первый раз, так и сейчас Больно резанула бритвой по мозгам Только в этот раз еще больнее Ведь я произнес это вслух Да еще и перед всеми теми, кого я хочу вытащить Сем, ты... правда? Ой, Сенчик, это так мило Да-да-да-да-да Но все равно Это невозможно Юра подмигнул мне Тут я вспомнил, что он говорил мне Нужно убить Влада Только тогда мы сможем отсюда выбраться Влад это ключ к выходу Ну то есть они просто смогут умереть А Семен повернется в свои меры На этом все А этого, как я предполагаю, никто не хочет Особенно Семен Влад это ключ к выходу Но обязательно ли убивать его? А что если по-другому действительно нельзя? Что если это единственный выход? От этого на душе становится безумно неприятно Так вот, Синь, что если скажу тебе? Влад резко прервался на половине предложения Из его носа пошла кровь Ты что, не прочитал? Да когда мне? Синь, иди в домик Но Иди в домик, Синь, и читай быстрее Давай я вытру Ой, давай я вытру Юля немного голос погрубел На несколько секунд Юля вытерла кровь с носа Влада Спасибо Чего стоишь? Все, мероприятие закончено Бегом давай в домик Через несколько часов твой виток оканчивается Скоро автобус будет А что он должен прочитать? Анекдоты, блять! Не смешно Да я и не шутил, чтобы было смешно Что ты задумал? Ничего Семен, иди Обстановка накалялась Но я решил послушать Влада и пошел в домик По пути я никого не встретил Сейчас, наверное, все собирают вещи Мне тоже надо бы О! У меня же ничего нет Ну как я мог забыть? Я театрально покачал головой Все это шизофренистская игра Привела Наконец-то К вожатскому домику Я зашел в домик Моё бряное тело распласталось По кровати Достав из кармана записку В дверь кто-то торопливо постучал Задоем вашу мать! Войдите Холодно отрезал я В комнату вбежал Запыхавшийся и взволнованный шурик Семен! Скорее! Помоги! Там Юра и Влад снова дерутся Ножами! Нужно их разнять! Я резко вскочил с кровати И записка выпала у меня из рук Что? Быстрее! Шурик побежал Я кинулся за ним Мы прибежали на площадь Столпился весь лагерь И откуда здесь все так резко взялись? Я же недолго шел до домика В голову врезался небольшой отрывок Как я прилег перед тем как прочитать записку Твою мать! Я еще и уснуть успел! Идиот! А ведь записку так и не прочитал Это сука, блядь, какая ж хуйня ленивая! Остановитесь! Я кому сказала? Злобно кричала Ольга Дмитриевна Я сейчас милицию вызову! Ее там нет Боже мой! Они же поубивают друг друга! Лена плакала Славя стояла рядом с ней И тоже плакала Какой ужас! Почему Мику меньше всех? Какой ужас! Какой ужас! Какой ужас! В панике тараторила Мику Алиса успокаивала Ульянку Которая тоже рыдала Почему бабы всегда начинают плакать чуть что? Господи! Чем это поможет делу? Понятно Шурик пробился через толпу И я за ним Мы встали рядом с нашим отрядом Твою мать! На площади дрались Влад и Юра Ну как дрались? Размахивали ножами и хотели зарезать друг друга Видимо Влад обращался с ножом лучше Юры Ибо у Юры была изрезана вся одежда Но не порезанок уже не было Ну конечно! Регенерация! Влада же шла кровь из щеки Юра слегка его задел Владу-то регенерация не достает Регенерация не достает Юра действительно становится сильнее Влада Теперь Влад обычный пионер А Юра имеет способности Значит они борются за способности? Шурик начал делать шаги к ним Электроник остановил его Ты куда собрался? Разнимать их буду! Семен мне поможет! Это услышал весь наш отряд И Алиса тоже! Она с испуганным видом бросилась ко мне Нет! Сема, пожалуйста, не надо! Я начал ее успокаивать Крепко обнял и погладил Но выбора у меня не было Нужно было идти Пока чего не случилось Уж лучше я умру, чем я потеряю ее Алиса, пожалуйста, выслушай! Если это наш последний раз Я хочу, чтобы ты знала Я всегда буду любить тебя Слышишь? Она заревела и обняла меня еще крепче Слезы сами собой покатились по щекам Я вцепился в нее губами Этот поцелуй я точно запомню навсегда Не теряя ни минуты Я отпря... Отпрянул от нее И побежал в эпицентр действий Шурики Электроник! За мной! Особого плана у меня не было Так что я решил действовать просто Я влетел с ног в обоих Мы все повалились на землю Электроник держал Юру А Шурик Влада Вы придурки конченые! Что устроили здесь? Этот сучий подрох Сразу как-то ушел Набросился на меня Юра лишь сплюнул в его сторону Зато теперь ты не сможешь навредить ему Он кивнал в мою сторону Это еще в смысле? А он хотел зарезать тебя в твоем домике Видишь? Нож твой взял Ах ты, сын собаки! Да я тебя урою! Не верь ему, Семен! Я тебе рассказал всю правду! Он просто завидует, что он такой один-одинешен Никому не нужен! Бе-бе-бе-бе-бе Это просто походило на цирк Влад кривлял Юру А Юра вырывался, чтобы изрезать ему лицо Сеня! Ты прочитал записку? Не Меня Шурик позвал, вы тут дрались Ахахахахаха! Юра заржал бесовским смехом Мразь! В атаку! Ахахаха! После этого действия из толпы вынырнул тот самый пионер и побежал в мою сторону Я ничего не успел сделать, кроме как закрыться руками Он полоснул мне по рукам, и кровь забрызгала его Ай! Твою мать! Да не того, крикен! Как вы меня достали! Тупая дебила! Вы что, сговорились? Ааааааааааааааааа Влад издал истошный крик Меня оглушило Похоже, как и всех вокруг Будто некая волна плотного звука прошла по лагерю Шурик оклемался и хотел уже напасть на Влада Но тот полоснул ножом Шурика в живот Почему он все так громко играет? Должно быть тише Я вырвал Все начали разбегаться кто куда Рядом со мной лужа крови и блевоты Я крикал нашему отряду В медпункт! В медпункт все! Быстро! Алиса! Электроник! Вы тоже! Бегом! Не решаясь, они все же убежали У Шурика шла кровь изо рта А его кишки вываливались Нормально Ужасное зрелище Мне снова захотелось Я взял нож в свои кровавые руки и посмотрел на Влада и Йору Мы стояли трое друг напротив друга Рядом лежало выпотрошенное лицо Тело Шурика и пионер с перерезанной глоткой Семен Я надеюсь, ты понимаешь Что это он каким-то образом не дал тебе прочитать записку Или спас тебя от неименуемой гибели Я уже ничего не знаю Вы два сумасшедших дебила Чего вам от меня надо? Из кустов в это время выбежала Юля и встала рядом с Владом, шипя на Йору Юля Я тебе что сказал? Иди в медпункт Там этот придурок тебя не достанет Нет Мне надоело прятаться Я как только услышала, что Семен приехал в последний раз Причем не из сна, а из реальной жизни Так сразу начала думать, как предупредить его О чем? О, Толик Все обернулись в сторону Толика Он и правда там стоял Чего он хотел? Он нервно указывает в сторону Юры Но было уже поздно Так тупо нас обмануть В одно мгновение Юра воткнул нож в живот Юля Нихуя Он хотел его вытащить Но Влад с разворота ударил Юрей в челюсть Отчего он улетел на пару метров Нет 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 Сука Да нет же Твою сучу май Влад плакал и издавал из глотки максимально громкие звуки Которые только мог Он закрывал рану Юля Я не хочу опять прощаться с тобой Пожалуйста, не уходи от меня Юля тоже плакала Плакал и Толик Плакал и я Это самое душераздирающее зрелище из всех, что я видел Я обессиленно упал на колени Такая вот смерть Такое не сделал бы даже самый отбитый режиссер фильма Атовсюду начали выходить пионеры И смотреть на умирающую кошкодевочку Алиса подбежала и обнимала меня сзади Но я не слышал, что она говорит Электроник плакал над телом Шурика Вожатая и Виола стояли в оцепенении от происходящего Семен Скорее Я открыл портал, который Теперь ты можешь выбраться отсюда с кем угодно Этот крик меня вывел из шока Что? Для этого нужно было убить либо Влада, либо Юлю Скорее Влад встал с колен Юля выдохнула последний дух Нет! Никто никуда не пойдет! Одним взмаком ножа Влад положил толпу пионеров замертво Всех Кроме нашего отряда Лена упала в обморок Все девочки Вожатая и Виола обнялись А я закрыл их руками Влад подошел к электронику Взял его за волосы и отрезал ножом ему голову Как нахуя? Я изо всех сил старался держаться, чтобы не упасть в обморок от увиденного Он делал медленно, будто отрезал кусок колбасы Меня стошнило Но я сдержался Может чуть не стошнило? Толик что-то показывал знаками мне Но я ничего не понимал Мику завидевата сказала, утираясь от слез Он говорит, что Владом сейчас овладела Страшная сила Тебе нужно Записку Она упала в обморок Голова и электроника из шеи, которой плескалась кровь Крови и всякое мясо была в руках у Влада Дальше я не мог смотреть Нельзя было терять ни секунды Я побежал в домик Алису бы с собой взял, что ли? Ну нахуя? Плевать, если я никого с собой не взял Если я с собой никого не взял Но это нужно остановить Подняв записку, я принялся читать А примемся читать мы уже в следующий раз А сегодня на этом всё Интрига Что ж, всем спасибо за просмотр И всем пока